Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Многие сейчас интересуются, как правильно проращивать семена для посева их на рассаду. Стоит ли дожидаться всходов или можно их просто на сутки, например, замочить, что тоже совсем неплохая идея. Конечно, многие спрашивают, можно ли проращивать предобработанные, инкрустированные или дрожжированные семена. Нет, их нежелательно проращивать. Ну и все-таки основной вопрос, который в эти дни волнует очень многих, это, конечно, сколько ждать этих самых проростков. Об этом я рассказал в одном из недавних клипов. А еще такой вопрос. Почему не всходят семена? Вот почему они не всходят? И об одной из причин я сегодня расскажу. Дело может оказаться в качестве воды. Вот, конечно, качество семян может влиять, другие факторы. Об этом мы еще в видео поговорим в другом. А сейчас остановимся на качестве воды. Большинство из тех, кто выращивает рассаду в домашних условиях, а в каких же еще, используют обыкновенную водопроводную воду. С одной стороны, водопроводная вода соответствует всем требованиям по качеству и является достаточно чистой для того, чтобы обеспечить схожесть, хорошую схожесть семян. С другой стороны, качество воды – это один из важнейших факторов наряду с температурой и доступом кислорода. Надо помнить, что вот чашечка Петри у меня, например, что вот так вот полностью плотно закрывать чашечку Петри нельзя, потому что здесь может проросткам не хватить кислорода. Особенно в том случае, когда вы одновременно обрабатываете эти семена какими-нибудь биологическими препаратами. Ну, я все время вот там показываю и бактоген, и стимул, у меня тут все под руками постоянно есть, я это все очень люблю. Так вот, все эти микроорганизмы, триходерма в том числе, являются дышащими, поэтому доступ к кислороду обязательно должен быть, иначе бактерии могут выдышать весь кислород и таким образом нарушить проращивание семян. Но еще вот этот фактор воды имеет огромное значение. Один из показателей качества воды, это, конечно, жесткость, то есть содержание солей жесткости. К солям жесткости относятся соли, гидрокарбонаты, кальция и магния. В процессе того, как эта вода контактирует с воздухом, уже в свою очередь с углекислым газом, эти гидрокарбонаты превращаются в карбонаты, кальция, карбонаты, магния. Ну, карбонаты, кальция, магния можем мы найти в доломитовой муке. Там они как раз кстати для того, чтобы снижать кислотность почвы, обогащать ее и кальцием, и магнием. А вот при проращивании жесткая вода может сыграть с нами очень неприятную такую роль. Связано это с тем, что вода ведь испаряется, особенно когда вы неплотно, и надо неплотно, как я уже объяснил, прикладываете вот эту крышечку, ну, чем бы вы не закрывали, да, нельзя плотно закрывать. Вода испаряется, вы водичку доливаете, а соли-то никуда не деваются. Тем самым в вашем растворе, в котором накапливаются, проращиваются семена, накапливаются соли жесткости. И этих солей может образоваться там за буквально несколько дней так много, а те же семена перца могут проразрастать и 7, и 14, и даже больше дней. В этом случае очень сильно засаливается этот раствор, и получается, что семена уже не всходят, или проростки хилые, или погибают, из-за того, что накопились соли жесткости в воде. Что же делать? Каким образом понизить жесткость воды? Самый надежный способ – это пойти в автомобильный магазин на заправку, еще куда-то, и купить дешевую, там, 5 литров дистиллированной воды. Самое доступное, хозяйственный магазин, в любом магазине оно продается, потому что автомобилисты эту дистиллированную воду до сих пор используют. Семена прекрасно прорастают в дистиллированной воде. Это связано с тем, что она гораздо стремительней, попадает внутрь самих семян, не содержит никаких излишних солей, а мы же из разных регионов абсолютно находимся. В Минске есть районы, где вода поступает из открытых источников, а есть районы из-под земли, да, и качество воды очень разное. А я уже не говорю об обширной, как минимум, одну шестую часть суши, которая смотрит эти наши выпуски. Соответственно, может быть более жесткая, менее жесткая какая-то еще вода. Но если дистиллированная вода вам недоступна, то в этом случае используйте талую снеговую воду. Но нельзя сказать, что она абсолютно дистиллированная, потому что, проходя через атмосферу, снежинки накапливают в себе полевые частицы. И в городе, например, я не рекомендую, потому что вчера по Минску прошелся по центру, и, извините, кашлял вообще, как будто у меня коронавирус или туберкулез, потому что ездят машины, поднимают соляную пыль, и весь проспект наш центральный как будто в тумане стоит от этой соляной пыли. Стоит вдохнуть чуть глубже, погода хорошая была, все хорошо, и во рту солено, и нос щекочет, и чихаешь, и кашляешь. То есть, на самом деле, городской снег является не таким уж благоприятным с точки зрения получения воды и для проращивания семян, для полива рассады и комнатных растений. Поэтому собирайте снег для этих целей где-то за городом, вдалеке от трасс, ну, дача, деревня, то есть вполне нормальные, адекватные места. Да и то, на самом деле, если все топят углем или дровами, тоже снег вот в деревне, в районе жилых домов, никак нельзя назвать достаточно чистым для этих целей. Придется побежать в поле или в лес там, или еще куда-то. Еще один способ добыть себе более мягкую воду, это, конечно, прокипятить один, а лучше два раза любую другую обыкновенную водопроводную воду. Ну, во-первых, остатки хлора уйдут, а во-вторых, соли жесткости выпадут в виде накипи, в виде вот этого осадка, и в значительной степени снизится концентрация этих самых солей. И в такой воде, конечно, семена будут прорастать гораздо-гораздо лучше. Помните об этом простом факторе, да, вот вода, качество воды, проращивание семян, и подумайте, если вдруг ваши семена задержались, плохо прорастают, и вы все остальное уже сделали, то подумайте вот об этих причинах. Ну, первое, как бы, это доступ кислорода, особенно, если вы используете биопрепараты для предобработок. И второе, это соли жесткости, используете ли вы правильную воду. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, желаю вам успеха в предстоящем и во всех следующих сезонах выращивания растений, больших урожаев и хорошего настроения на этом. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok